Вести Карачаева, Черкесия В Парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» появилась серебряная аллея, символ старшего поколения республики. Делегация Карачаева-Черкесии принимает участие в Всероссийском форуме «Территория успеха» на базе Международного детского центра «Артек». Далее подробно. В Санкт-Петербурге составилась двусторонняя рабочая встреча главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и председателя управления ПАО «Газпром», заместителя председателя Совета директоров управления Алексея Миллера. Стороны обсудили мероприятия по дальнейшей газификации республики и синхронизацию действий компании «Газпром» и властей Карачаева-Черкесии. Стороны отметили, что реализация программы развития газоснабжения и газификации республики идет по графику. Так, одним из реализованных в прошлом году мероприятий является технически сложный проект строительства газопровода от газораспределительной станции Карачаевск до Тиберды. Сложность реализации данного проекта связана с тем, что трасса пролегает по труднодоступным территориям через ущелья, реки и скалы. В результате реализации проекта возможность подключиться к сетевому газу получили более 4 тысяч домовладений. В настоящее время «Газпром» разрабатывает проектную документацию, в частности, для строительства шести межпоселковых газопроводов, что позволит газифицировать 19 сельских населенных пунктов в Карачаевском и Урубском районах. По всем обсужденным вопросам республика нашла поддержку со стороны руководителя Алексея Миллера. В частности, дано поручение о сокращении сроков проектирования и строительства газопровода в Учкуланском ущелье Карачаевского района и запланировать его к вводу в эксплуатацию до 2025 года. Кроме того, речь шла об участии «Газпрома» в развитии спортивной инфраструктуры в регионе. Достигнуты договоренности по дальнейшей реализации социальной программы «Газпром детям» на территории республики. Вопросы платежной дисциплины, актуализацию генеральной схемы газоснабжения Карачаева-Черкесия, а также мероприятия по социальной догазификации, реализуемые в регионе, обсудили руководитель республики Рашид Тимрезов и генеральный директор группы «Газпром» «Межрегионгаз» Сергей Густав. Стороны закрепили намерение и дальше работать в тесном контакте как в вопросах газификации населенных пунктов, так и в рамках реализации поручения президента России по социальной догазификации региона. Вчера из республики на дополнительную подготовку отправилась первая группа мобилизованных. Призванные из Карачаева-Черкесии военнослужащие пройдут учебную подготовку на полигонах и учебных центрах по программе подготовки механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. Кроме того, ребята пройдут боевое слаживание в составе взвода в рот и батальонов. В самом телеграм-канале руководитель республики написал, далее цитата, «Уверен, наши земляки объединятся в настоящее боевое братство и будут поддерживать друг друга как сейчас, так и по возвращении домой». Хочу выразить слова искреннего уважения к каждому военнослужащему, который призван для службы в ряды российской армии. Как было не раз в истории нашей страны, когда опасность стояла на пороге государства, наши доблестные земляки вставали на защиту Родины и несли военную службу с честью и достоинством. Как и их деды и прадеды, парни с готовностью откликнулись на призыв Родины, вы настоящие мужчины, вы все для нас уже герои. «Отдельное спасибо вашим семьям, особенно родителям, которые воспитали достойных сыновей, мужественных и сильных духом мужчин. Карачаево, чекися с вами, мы гордимся каждым, ждем домой всех в полном здравии». Закончилась цитата главы Карачаево, Чекися, Рашида Тимрезова. Призывникам республики выделят дополнительную экипировку. Решение о снабжении мобилизованных необходимыми вещами принято руководителем Карачаево, Чекися, Рашидом Тимрезовым. Список необходимых снаряжений составлялся с учетом пожеланий военнослужащих, имеющих опыт участия в специальной военной операции. В него вошли спальные мешки, утепленная обувь, дождевики, вязаные шапки и балаклавы, теплозащитные коврики и другое. Очередной груз с комплектами дополнительной экипировки уже отправился призывникам Карачаево, Чекися. Ну и напомним, что на базе отделений Народного фронта во всех регионах страны развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента России о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Подробности у члена регионального штаба Народного фронта в Карачаево, Чекися, Дениса Струговцова. Уважаемые жители Карачаева, Чекися! На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Мы принимаем обращение по адресу город Черкесск, проспект Ленина 34, офис 39А, ватсап 8 928 027 41 22, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. А также социальные сети Народного фронта в Карачаево-Черкесской республике ВКонтакте и Одноклассники. И в заключении хочу сказать, что мобилизация – это закон и требования сегодняшнего дня. Но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы. В региональном доме правительства подвели итоги летней оздоровительной кампании в республике в этом году и наметили задачи по организации отдыха и оздоровления детей уже в следующем году. Так, прошлым летом детский отдых был организован на базе 103 лагерей. Всеми формами отдыха охвачено 12 305 детей, в том числе дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся на профилактических учетах, а также из малообеспеченных и малоимущих семей, а также дети из ДНР и ЛНР. В период оздоровительного сезона в шести загородных лагерях отдохнуло 2788 детей, в 96 лагерях с дневным пребыванием 6 185 ребят, а в палаточном – 240. Кроме этого, малозатратными формами отдыха было охвачено 2940 детей. Вместе с тем, в период с 28 мая по 30 августа 163 ребенка из Корчаева-Чекесия отдохнули в Артеке и Орленке. Путевки в эти престижные центры выделяются в качестве поощрения за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. В Корчаево-Черкесии находится сирийская делегация, которая прибыла с дружественным визитом. Представители Черкесской благотворительной ассоциации посетили региональное министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати и обсудили с руководителем ведомства Альбертом Кумуковым вопросы взаимодействия и сотрудничества. Черкесская благотворительная ассоциация представляет интересы черкесского народа в Сирии, но в нее также входят и представители народов Дагестана, Чечни, Абхазии, Корчаев-Чекесии и Капардино-Балкарии. Эти народы стали неотъемлемой частью сирийского общества и внесли значительный вклад в экономическую и социальную жизнь страны. С момента своего основания ассоциации удалось реализовать многочисленные разнообразные мероприятия во всех уголках страны в социальной, культурной, художной и спортивной сферах. Российская Академия Народного Хозяйства и Гражданской Службы представила оперативный рейтинг результативности руководителей цифровой трансформации, расчет баллов по регионам, в котором производится по пяти показателям, цифровая зрелость по пяти отраслям, платформа обратной связи, меры поддержки IT-отрасли, информационная безопасность и перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. Корочаев-Чекесия, набрав 14 баллов, продемонстрировала заметную положительную динамику по количеству обученных государственных служащих и сотрудников подведомственных организаций по программам цифровой трансформации. При целевом показателе в 40 человек к обучению приступило 86 зачисленных на разные по уровню сложности и спецификации программы от цифрового государственного управления до управления IT-проектами. 15 октября на площади Ленина перед домом правительства состоится традиционная республиканская осенняя ярмарка и ярмарка меда, посвященная столетию образования Корочаева-Черкесии. Сельскохозяйственную продукцию, продукцию мясопереработки, огромный ассортимент молочной продукции, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена, посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь, изделия мастеров народного творчества и многое другое можно будет приобрести по ценам ниже рыночной. Ярмарка будет работать с 8 утра до 16 часов. Свои товары представят более 100 производителей республики и соседних регионов. Запланированы и культурно-массовые мероприятия с участием творческих коллективов республики. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхоза птицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила, рассказывает государственный инспектор управления Залина Гайтова. В этом году вспышки высокопатогенного гриппа птиц регистрировались во многих регионах страны. Заболевание зафиксировано как в дикой природе, так и среди домашней птицы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхоз птицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Перед входом в помещение для содержания птицы должны стоять дезинфицирующие коврики во всю ширину прохода. Помещение для птицы необходимо регулярно очищать. Окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы. Для профилактики заразных болезней проводят вакцинацию с учетом пизотической ситуации населенного пункта и района. По требованию ветеринарных специалистов владельцы обязаны сообщать количество птиц каждого вида, которое имеется на подворье. Реализовывать живую птицу или птицеводческую продукцию необходимо в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе Меркурия, которые будут гарантировать их безопасность. На аллее Добра, Парка культуры и отдыха Зеленый остров Черкеска появилась Серебряная аллея, символ старшего поколения Карачао-Черкесии. К Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября и в честь столетия республики, будет высажено 50 кустарников боярышника. Организатор мероприятия фонда Доброгорец, серебряные волонтеры которого будут ухаживать за этими зелеными насаждениями. В торжественной закладке аллеи примут участие представители Министерства труда и социального развития республики, Регионального отделения Народного фронта, Автономной некоммерческой организации «Биосфера» и другие. Международное объединение Алашара приступило к съемкам фильма «Традиционная абазинская свадьба». По задумке авторов он должен отразить все традиционные обряды, которыми насыщена абазинская свадьба. Фильм будет документальным и представляет собой реконструкцию традиционной абазинской свадьбы. Но будут присутствовать и художественные вкрапления, которые должны сделать его более красивым и интересным. Съемки ведет студия, которую представляют Азамат и Артур Нашевы, знакомые многим по фильму «Абазинские ножи», выигравшего в прошлом году второй приз Всероссийского конкурса национальных видеороликов «Мы» среди профессионалов в номинации «Документальные ролики» и ставшего также победителем народного голосования в этой же номинации. Ну и последняя информация. В Международном детском центре «Артек» стартовала программа Всероссийского форума «Территория успеха». В форуме лидеров ученического самоуправления принимают участие тысячи школьников со всей России. Это члены Совета обучающихся и активисты, планирующие развивать ученическое самоуправление. С первых дней смены участники форума проходят дополнительную общеразвивающую программу по трем направлениям. Модуль лидерских компетенций «Ментальная уверенность», модуль культуры взаимодействия «Сила сообщества» и модуль советов обучающихся «Выбирай свое». Для школьников запланированы мастер-классы, креативные сессии, мотивационные встречи, общение с экспертами и наставниками. Карачаево-Черкесию представляют Елизавета Величко, Елизавета Анисина и Тимур Жиров. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 4,9 м в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В горах местами плюс 14-19. В Черкесске без осадков. Ветер южной четверти 4,9 м в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 27. На этом информационный выпуск с Ритой Неровой завершен. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!